Стивен Сигал, гражданин России, актер, режиссер, мастер боевых искусств. Совсем недавно он побывал в зоне специальной военной операции. Своими глазами видел проявления нацизма. На пресс-конференции по случаю завершения международного антифашистского фестиваля «Гитара в строю» специальный представитель МИД России по гуманитарным связям России и США оценил значимость этого события. Я проделал этот долгий путь, 17 часов, с тем, чтобы поучаствовать в этом фестивале и сказать, громко сказать всем еще раз, что нет фашизму, нет нацизму. Наша задача не только защищать свои национальные территории, что мы не какие-то агрессивные вояки, которые хотят воевать, а наша задача на ведение порядка и восстановление мира. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что результаты фестиваля уже есть. Концерты и культурные акции получили отклик в сердцах жителей Самарской области и России. Солидарность высказали люди не только из нашей страны, но и из-за рубежа. Участники фестиваля приняли резолюцию, записали антифашистский манифест, который обращен как к россиянам, так и к людям доброй воли всей планеты. Губернатор Самарской области Очевидным результатом уже на сегодняшний день является то, что мы разрушили, на мой взгляд, навязываемый россиянам миф о том, что наша страна, наш народ находится в изоляции. Это совершенно точно не так. Мы видим, что в мире, я думаю, что в большинстве стран понимают на самом деле, что происходит, что отстаивает Россия в этом противостоянии. Понимают, что сегодня здесь, в общем-то, решается судьба многополярного мира. Стивен Сигал готовился к выступлению на сцене антифашистского фестиваля «Гитара в строю» вместе с коллективом самарских музыкантов. Блюз, который исполняет «Гражданин России», объединяет жителей разных континентов и стран. К сожалению, очень мало времени было, и поэтому я не успел еще ничего осмотреть. Единственное, поскольку занимался тем, что репетировал, отрабатывал звук, соответственно, готовился к выступлению. Мы смогли проехать вдоль Волги, и, безусловно, это очаровательная, прекрасная река. И до того, как мне помощники сказали, что это Волга, я уже знал, что это Волга где-то в глубине души, потому что я знаю, что для меня это священное место. Я знаю, что этот отрезок Волги – это, наверное, наиболее живописный отрезок, красивый. Я надеюсь, еще, безусловно, посмотрю достопримечательности. У вас замечательное место, замечательный губернатор. Надеюсь, что он останется с вами еще долгое время. И я, безусловно, также вернусь сюда не один раз. Леонид Кошман, Алексей Вельмейский, Новости губернии.